Мировые СМИ подводят итоги саммита Большой Семерки. Он завершился сегодня во Франции. Лидеры хоть и не собирались изначально, но все-таки приняли итоговое заявление. В нем речь идет об основных региональных и международных кризисах. Документ поместился на одной странице. Упоминается, в частности, ситуация на Украине. Франция и Германия объявили, что организуют саммит в нормандском формате, чтобы добиться конкретных результатов. На итоговой пресс-конференции Мануэль Макрон анонсировал эту встречу на сентябрь. В коммунике саммита ничего не говорится о позиции по отношению к России. Тем не менее, участие нашей страны в G7 активно обсуждали все три дня работы. Большинство лидеров выступили против приглашения Москвы, объясняя это тем, что Большая Семерка – семья, клуб, сообщество либеральных демократий. Но эти аргументы отверг Дональд Трамп. Многие говорят, что участие России, которое все же является силой, в саммите полезнее, чем оставлять Россию вне его. И многие говорили это во время этого саммита G7. Мы не голосовали об этом, но мы обсуждали это. Я полагаю, что да, лучше было бы, если бы Россия участвовала. Я бы, безусловно, пригласил Владимира Путина, но я не уверен, что он принял бы такое приглашение. Еще одна острая тема – Иран. В итоговом заявлении страны сошлись на двух целях – добиться, чтобы Иран никогда не смог получить в свое распоряжение ядерное оружие и способствовать миру и стабильности в регионе. Глава МИД Исламской Республики накануне посетил саммит, а сегодня президент Франции не исключил встречи и с лидером страны – Хасаном Рухани. Этим утром президент Рухани заявил, что готов встретиться с любым политическим лидером, который заинтересован в решении этой проблемы. И в разговоре с Рухани я отметил, что если он согласится встретиться с Трампом, то я уверен, что соглашение может быть найдено. Трамп подтвердил, что мог бы встретиться с Хасаном Рухани, но при правильных обстоятельствах. И тут же пригрозил, если Иран не пойдет навстречу, то столкнется с очень жесткой силой. Иранские СМИ со ссылкой на источники в правительстве передают ответ. Страна не будет вести переговоры с США, пока действуют санкции. Следующий саммит «Большой семерки» пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Трамп собирается пригласить лидеров в свое имение в Майами. Продолжение следует...